Во Владивостоке прошел Международный день музеев. К этой дате по уже доброй традиции в городах проводят акцию Ночь музеев. В Дальневосточной столице в этом году Ночь музеев объединила десятки галерей, музеев и других культурных локаций, где люди могли познакомиться не только с культурой своего родного края, но и других регионов и стран. Сегодня было и Сайлент Слэм, и лекции в Третьяковке, и замечательная новая экспозиция в музее Арсеньева «Сны Сибири». Фантастическая, максимально рекомендую сходить. Я убежден, что я с своими детьми пройду, наверное, на вот этой неделе точно. Всего очень много. Очень бы хотелось, чтобы было еще больше. Ну а сейчас будет, наверное, акцент больше на музыку на одной из центральных улиц нашего города. Здорово, что у нас есть возможность ее перекрыть для того, чтобы жители города просто погуляли, насладились хорошим вечером, ну и послушали хорошую музыку. Ну и слышно, что музыка очень про Владивосток. Акция, как ей и полагается, взяла свое начало в музее имени Арсеньева, в котором открылась новая познавательная программа «Говорящие находки в Сибири». В этом году мы решили проявить такую небольшую инициативу, как оказалось, она оказалась большой, а именно предложить администрацию города Владивостока принять участие и поддержать все площадки, которые готовы бы были поучаствовать в Ночи музеев. То есть сделать Ночи музеев первой в общий городской Ночи музею. Вот поэтому начали готовиться мы сильно-сильно заранее и, соответственно, подключать все площадки тоже. Потому что нужно было договориться с партнерами, договориться с различного рода творческими площадками, и не только с культурными институциями. Поэтому начали прям хорошо заранее. И у нас перед началом Ночи музеев даже получилось, условно, недельку немножко перипетировать. Ну, условно. Поэтому где-то полтора месяца готовились. Вечером в сквере на Адмирала Фокина 23 гостей и жителей города ждала пекинская опера, в которой рассказывалась об истории Поднебесной. Мы привезли сюда коллектив «Центр развития и искусств города Цзэси» провинции Хэлуньцзян. Они сегодня будут представлять оригинальный китайский жанр пекинской оперы, который очень распространен в Китае, но, к сожалению, не так распространен у нас. Они сегодня будут показывать сцены из традиционных легенд китайских, из сюжета на жизни императорской семьи, императоров, и в целом предания и сказания Китайской Народной Республики. Старый дворик Владивостокского гума перенес в этот день людей из настоящего в прошлое, где любой желающий мог принять участие в мастер-классе по вальсированию или сфотографироваться с дамами 19 века. Сегодня наш коллектив пригласила администрация старого дворика ГУМа, чтобы мы провели здесь променад в исторических костюмах и чтобы мы создали здесь красивую атмосферу 19 века. В художественном музее ДВФУ в рамках акции «Ночь музеев» прошла выставка мультимедиа художницы, где зритель сам прикладывал руку к созданию экспозиции. Весь день рядом с главным зданием музея имени Арсеньева была организована музейная улица, где для жителей и гостей города работали различные активности, ярмарки и подготовлена музыкальная программа. Алик Завьялов, Степан Скляров, Ксения Быкова, Новости на Восьмом.